Республика и ее главный праздник – День Конституции, как повод отметить лучших. Герман Греф в Дагестане, переговоры с главой республики и фонтан в подарок древнему Дербенту. Учитель на миллион в сельские школы пытаются вернуть квалифицированных специалистов. Условия неплохие. Здравствуйте! Это итоги недели на канале ННТ. И я, Мурад Ахмедов. Дагестан В пятницу Дагестан отметил одну из важнейших дат своей истории – День Конституции Республики. Праздник этот относительно молодой. Его отмечают с 2003 года, а принят был основной закон региона 25 лет назад. Документ закрепил государственные устройства республики и провозгласил высшими ценностями права и свободы человека. В честь праздника во всех городах и районах Дагестана состоялись торжественные собрания, митинги и концерты. Основные же мероприятия прошли в столице. С Днем Конституции дагестанцев поздравил глава республики Владимир Васильев. В сложной палатуре. И, наверное, те, кто готовили, понимали Конституцию, хорошо понимали. И, как показывает история, решение было совершенно право. Удалось стилизировать ситуацию в экономике, в социальной сфере. Конституционные нормы проще утвердились в государственном строительстве и общественной жизни, что очень важно. Конституция позволила сохранить единственные целостности республики. Традиционно в этот день были отмечены заслуги выдающихся дагестанцев, всех тех, кто внес значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, упрочение дружбы между народами, развитие культуры, экономики, промышленного производства и других сфер жизни. Это работа не одного дня. Это тот долгий, кропотливый труд работы всего фонда на протяжении 8 лет деятельности нашего фонда. Очень приятно, что глава республики заметил, отметил наш труд. И хочу отметить, что это не заслуги мои личные, а заслуги всей команды, всего состава фонда «Инсан», всех добровольцев и волонтеров, и всех тех, кто неравнодушных людей, которые принимают участие в нашей деятельности. В правительстве Дагестана новые назначения. Сменились руководители двух ведомств. Министерство сельского хозяйства возглавил победитель кадрового конкурса «Мой Дагестан» Абзагир Гусейнов. Соответствующий указ глава республики Владимир Васильев подписал накануне. Сменился также и руководитель комитета по лесному хозяйству. Им назначен Вагаб Абдулхамидов, ранее работавший заместителем гендиректора Центрального лесхоза Московской области. Накануне в республику прибыл президент Сбербанка Герман Греф. Всечал его в аэропорту глава Дагестана Владимир Васильев. После обсуждения целого ряда вопросов президент Павел Сбербанк посетил Древний Дербент и несколько других живописных мест нашей республики. Подробности у Хадижа Курбановой. Безналичный Дагестан, предоставление жилья социально незащищенным категориям граждан и инфраструктурные проекты. Ряд актуальных вопросов был обсужден в рамках встречи в аэропорту. Президент Сбербанка рассказал и о мерах поддержки инвестиционных проектов на территории Дагестана. По нашим финансовым показателям очень серьезную позитивную динамику в регионе. Позитивную динамику с точки зрения роста легального финансового оборота, роста платежей и бюджета всех уровней. И как следствие мы видим, конечно, начало других темпов развития республики. И я хочу поблагодарить Владимира Абдулевича и его команду за хорошую работу, за такое хорошее партнерство. И я бы сказал, за такой очень серьезный подготовительный этап к развитию республики. Одним из важных факторов, отмеченным Германом Грефом, стало планируемое возрождение Дзербента. По его мнению, многолетнюю историю города необходимо сохранить и создать на его территории рекреационную зону. Работа будет проводиться именно в этом направлении. Очень симпатичным представляется фокус руководства республики на возрождении таких исторических городов, как Дербент. Залетим туда, посмотрим. И договорились также о совместных действиях по развитию этого города. Владимир Васильев поддержал гостя республики. Он также анонсировал реализацию лучших современных достижений на территории древнего города. Потому что Дербент может у нас и будет, я надеюсь, таким работающим проектом в городе, в котором будут реализовываться лучшие современные достижения, проекты, с тем, чтобы потом мы могли воспользоваться и все жилья местами. Уже сегодня стало известно, что президент Сбербанка подарит Дербенту необычный мультимедийный фонтан. Об этом заявил на своей странице в сети Instagram Хизри Абакаров. По словам мэра самого древнего города России, решение Германом Грефом было принято после посещения живописных мест города и республики в целом. Хадежа Курбанова, Мурат Ахмедов, Мурат Битбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестанцам вернули более миллиона рублей, неверно начисленные платы за коммунальные услуги. Перерасчет произвели в первом полугодии по предписанию ГОЖИЛ-инспекции. Большую часть из необоснованно начисленных денег составила плата за газ, тепловую энергию, холодное водоснабжение и электричество. Всего в инспекцию поступило более 200 обращений с просьбой проверить обоснованность начислений. Арбитражный суд Москвы подтвердил легитимность решения Федеральной антимонопольной службы России в отношении Минздрава Республики и фармацевтических компаний, которые заключили антиконкурентное соглашение. В их числе – республиканские онкологические диспансеры, четыре фармкомпании. Сговор коснулся ценообразования в рамках поставки лекарств и медоборудования, в результате чего участники получили незаконный доход в размере, превышающем 2 миллиарда рублей. Все фигуранты дела будут привлечены к административной ответственности. В Дагестане учителям сельских школ предложат по 1 миллиону рублей. В рамках реализации проекта «Сельский учитель» власти намерены на 20% сократить дефицит педагогических кадров в районах республики. За пять лет работы в селе учителя получат 1 миллион рублей. Деньги учитель сможет потратить на покупку или строительство жилья в населенном пункте, где устроится на работу. А если у него останутся средства, то сможет купить еще и бытовую технику с мебелью. Наиболее востребованы сейчас в сельских школах учителя английского языка. Всего по республике сейчас более 100 учительских вакансий. И к другим темам. За последние три года количество канализационных сбросов в Каспийское море увеличилось в четыре раза. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта уже бьют тревогу. Чтобы помочь людям, эксперты ОНФ разработают карту опасных участков. Будут ли на карте чистые зоны? Смотрите в следующем сюжете. Так море или гигантская сточная канава? На что больше похож Каспий? Это вид сверху. Черная линия – канализационные истоки. И куда все это идет? Правильно, в крупнейшей на земле замкнутый водоем. Решили провести рейды по всему побережью. И буквально на той неделе был организован выезд специалистов на побережье между Махачкулой и Каспийском. И отмечены точки сбросов неотечественных стоков в море. Нами сегодня проводится анализ, токсикологический анализ отобранных проб. И в дальнейшем Общероссийский региональный фронт планирует провести бактериологический анализ и составить карту для населения точек, где море более чистое и море более грязное. А это берег Каспия между поселками Редукторный и Турали. Многоэтажек все больше. Застройщики не утруждают себя под ведением канализационных сетей, а выводят стоки прямо в море. По данным экспертов, ежедневный сброс составляет 250 тысяч кубометров. Где же купаться – в разгар лета. Исследование проводилось в прибрежной части Каспийского моря, в основном пляжи наши, от гостиницы Джамми до Аварского театра. Самое чистое получилось у Аварского театра, потому что там труба, по которой поступала ливневая канализация, в которую вливались раньше бытовые стоки, ее замуровали, закрыли. А самая плохая ситуация по общим загрязнениям – это около гостиницы Джамми. Там вытекает канал, идущий этих стоков. Видимо, шлейф тянется до самого пляжа. По нефтепродуктам, по содержанию нефтепродуктов, самая плохая ситуация – это вблизи пансионата «Белый медведь». Поверхностно-активные вещества – это стиральные порошки, моющие средства различные. Здесь тоже самая плохая обстановка вблизи пансионата «Белый медведь», а самая лучшая – вблизи Аварского театра. Воняйки – так называют народе эти стоки. В одном рачкале таких восемь. Один из крупных находится в микрорайоне Пальмира. Еженедельный ущерб окружающей среде от него оценивается в 10 миллионов рублей. Не менее опасный был в районе городского пляжа. Его перекрыли в прошлом году. Но толку от этого пока мало. Чтобы предотвратить стоки, эксперты предлагают коллектор. Для этого строительства нужно 16 миллиардов рублей. Такой проект есть, но он заморожен с 2016 года. Возобновить работу должны в следующем году. Стоки Каспийска и стоки города Махачкалы, Советского и Ленинского районов однозначно будут очищаться. Там есть проблема стоки Кировского района. Централизованно район не отводит стоки сюда, они тоже сливаются в море. Там тоже есть вариант, тоже прорабатывается вопрос строительства, пока проектирование северных очистных сооружений. Как поясняет природоохрана, прокуратуре не репринимается. Только за полгода выявили 200 нарушений. Возбуждены уголовные дела. Проведена проверка законности деятельности акционерного общества Махачкала-Водоканал. По результатам этой проверки мы обратились в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба по факту сброса неочищенных сточных хвост Каспийского моря на сумму 58 миллионов рублей. Вот в частности, вот в этой канаве, которая располагается сзади нас, сумма ущерба составляла более 30 миллионов рублей. С каждым годом туристов в Дагестане все больше и больше. Однако грязное море в будущем может испортить эту положительную динамику. И на вопрос, почему так мало людей отдыхает на Каспийском море, ответ будет очевидным. Луиза Раджабова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Семь грантов на 700 миллионов рублей получит Дагестан по нацпроекту образования. Средства будут направлены на реализацию федеральных проектов. В 103 школах республики начнут работать центры цифрового образования «Точка роста». В шести коррекционных школах обновят материально-техническую базу. Откроются четыре центра цифрового творчества IT-куб. Помимо этого, на средства гранта закупят передвижную площадку для ускоренного развития ребенка «Кванториум». Она позволит детям из отдаленных районов обучаться навыкам робототехники, виртуальной реальности и промышленного дизайна. В Каспийске полицейские предотвратили пожар в жилом доме. Загоревшийся электрощит заметили сотрудники ГИБДД Мурат Курбанов и Магомед Умаханов. Если бы не они, огонь мог распространиться и охватить все здание. О своевременной помощи и отважном поступке расскажет Луиза Раджабова. Осторожно салют, но не праздничный. Горящий электрощит в жилом доме дал знать о себе сразу. Яркие искры и хлопки увидели работники соседнего детского сада по камерам видеонаблюдения. Пострадать могли как жильцы дома, так и соседних строений. У нас везде есть видеонаблюдение. Близлижайшую территорию мы видим на обзоре. И, соответственно, сотрудники нашего детского сада обнаружили ЧП в жилом доме, который находится рядом с нашим детским садом. И стали бить тревогу. Позвонили старшему инспектору Курбанову Мурату. Благодаря его быстрой инициативе работники тут же прибыли. И молодой человек быстро зашел в эту опасную зону. Отключили и, соответственно, устранили эту неполадку. Ко мне поступил звонок от заведующего садика, что вблизи территории садика возгорание жилого дома. После чего я незамедлительно принял меры, отправил ближайший наряд ДПС. По прибытию на место происшествия наряд ДПС принял незамедлительные меры и устранили возгорание. Магомед Умарханов в тот день патрулировал данный район. Услышав о горящем электрощите, он немедленно забежал в подъезд многоквартирного дома, откуда и клубился дым. Когда я забежал вовнутрь подъезда, там уже подъезд сгорел, хлопки, изрывы. Нашли рубильник, или как нашли в дыму этот. Нашли рубильник, выключили в этом здании. Был рубильник, выключили, короче, устранили причину возгорания. Жильцы дома искренне поблагодарили своего спасителя. Однако старший сержант полиции Магомед Умарханов таковым себя не считает. Отметив, что помогать попавшим в беду – его долг, как профессиональный, так и человеческий. Луиза Раджабова, Дауд Касанов, новости ННТ, Каспис. Цены на школьные принадлежности растут. О малоимущем семье все сложнее собирать детей в школу. С целью помочь ребятам достойно войти в мир знаний, благотворительный фонд «Инсан» проводит акцию «Собери детей в школу». О тех, кто нуждается, и о том, как им помочь, расскажет Абдул Алиев. Вот уже несколько лет фонд «Инсан» в преддверии нового учебного года проводит акцию «Собери детей в школу». В ее рамках проводится сбор денег для приобретения самых необходимых предметов для школьников. Портфели, тетради, ручки и другие констовары детишки подопечных фонда получают от неравнодушных людей. Таким образом, с помощью фонда «Инсан» каждый год дети приступают к занятиям в полной готовности. Для детей наших подопечных это очень большая радость, это для них праздник. Как мы знаем, мы очень много слышим, что много говорится о детях наших будущих. Но прежде всего, дети – это наши настоящие. От этой акции очень радостны бывают подопечные наши дети. Индира Давлид-Мурзаева, подопечная фонда и одна из участниц акции «Собери детей в школу». Одна своими силами, она воспитывает и обеспечивает четырех детей. Двое из них уже учатся в школе, но в сентябре в первый класс пойдет и младший сын. Эта акция, по словам Давлид-Мурзаевой, окажет ей существенную помощь в подготовке детей к учебному году, так как самой ей будет трудно это сделать. Это очень весомая помощь, потому что я, например, считаю, что для меня это очень большой вклад, потому что я сегодня, честно говоря, думала, даже уже по своей работе, ходя по городу, я захожу в какие-то магазины, ищу там приемлемые цены, потому что как-то и сейчас и цены очень высокие на все. И троих детей, например, для меня одевать это очень тяжело. Думаю, для подопечных фонда это было бы очень такой помощью, потому что не каждый может себе это позволить. На самом деле не каждый может позволить, и тем более не один. И я знаю очень многих подопечных фондов, у которых не один ребенок идет в школу, а идут несколько детей в школу. В прошлом году только в Махачкале с помощью акции удалось помочь собрать в школу более 400 детей. Этот год не станет исключением. Фонд Инстан объявляет сбор денег и призывает всех неравнодушных людей не оставаться в стороне и внести свой вклад в богоугодное дело. На ваших экранах реквизиты, на которые можно сделать денежный перевод, и номер телефона, привязанный к карте. Любая внесенная вами сумма поможет собрать нуждающихся детей в школу. Абдулла Алик, Нурмагмед Магамидов, телеканал ННТ, Махачкала. Это главное, чем запомнилось нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!